Развитие топливно-энергетического комплекса Россия по-прежнему крупнейший экспортер энергоресурсов с долей в 20%, без которых на мировом рынке случится коллапс, подчеркивает вице-премьер, комментируя желание Запада взять курс на отказ от наших углеводородов. Депутаты спрашивают о новых рынках сбыта. Какова ваша оценка возможности быстрой переориентации российских поставок в страны Азии? Достаточно ли для этого существующая инфраструктура? Идет ли процесс заключения такого рода соглашения? Безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости. Политика Евросоюза уже привела там к взлету цен на топливо, прежде всего дизельное. В России ситуацию с бензином и соляркой держат под контролем. Топливо дороже не стало. Нет, даже за городом есть некоторое понижение на 92-й. Да. Да нормально, вроде подешевле немножко на рубль там или где-то. Часто заправляюсь, но не слежу за стоимостью. Мне кажется, что плюс-минус цена такая же. Я знаю, что в Европе в 2019 году бензин стоил 1,62 евро. То есть это тогда примерно стоило 160 рублей. Ну а сейчас, наверное, евро 3. Сдерживать цены позволяет решение, принятое в Госдуме еще 4 года назад. Демпфер. Механизм, когда стоимость топлива на внутреннем рынке сохраняется, несмотря на рост мировых цен на сырье. Потери нефтяных компаний компенсирует государство. Последние несколько лет цены на топливо в стране росли ниже уровня общей инфляции. Не повышается стоимость бензина и солярки и сейчас. Впрочем, чтобы сохранить эту тенденцию, учитывая непростую экономическую ситуацию, в Госдуме и правительстве планируют донастроить механизм топливного демпфера. Важно обратить внимание и на продукты глубокой переработки, считают депутаты. Автомобилисты жалуются, моторное масло дорожает. Зарубежное на 200-300 процентов, а отечественное российское моторное масло из российской нефти в два раза. Цены формируются, исходя из спроса и предложения на сегодняшний день. Мы имеем программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая позволяет нам в ближайшие годы увеличить объемы производства смазочных масел. Дефицита быть не должно, поддерживает обсуждение спикер Госдумы. Нужно насытить рынок своей продукцией. У нас есть все возможности заниматься глубокой переработкой нефти, нефтепродуктов, всем, чтобы цена была доступной. ТЭК – отрасль ключевая. От цен на энергоресурсы напрямую зависит себестоимость многих товаров. Кормить страну при таких ценах на электроэнергию, на топливо точно не смогут наши колхозницы, а рабочие не смогут заниматься импортозамещением. Для поддержки сельхозпроизводителей, у которых себестоимость имеет довольно большое влияние, например, для тепличных хозяйств, где доля потребления электроэнергии составляет около 10 процентов, правительствам предоставлена возможность снижения цен за счет подключения к магистральным сетям. Депутаты обращают внимание Кабмина на тарифы в теплоснабжении. На их величину влияет техническое состояние сетей. Правительство поддерживает привлечение частных инвестиций на модернизацию инфраструктуры. В этой сфере важно сохранить конкуренцию, подчеркивает Вячеслав Володин, но не в ущерб контролю со стороны государства. Спикер призывает коллег вспомнить 90-е, когда почти все крупные компании ТЭК в стране были частными. Именно благодаря тому, что Владимир Владимирович Путин, как только избрался президентом, вернул в государственную собственность и Газпром, и нефтяные компании, мы сейчас не испытываем проблем. А если были бы частные компании, понятно, чем бы закончилось. Поэтому надо и в рамках теплоснабжения, водоснабжения, чтобы с одной стороны была там конкуренция, а с другой стороны, пускай мэры делом займут, контролируя через муниципальные предприятия этот сегмент. И все будет в порядке. Государство продолжает реализацию программы социальной газификации, в рамках которой голубое топливо теперь подводят к границам участков бесплатно. Количество заявок на подключение газа сейчас выросло в четыре раза. Для Татьяны Мрачковской социальная газификация стала единственно возможным вариантом подключить дом. До этого смета была для женщины неподъемной. Ну, в общем, мне насчитали где-то полтора миллиона. Поэтому я отказалась от газа, что у меня таких денег нет, и я не могу, нет возможности. По госпрограмме трубу до участка подвели бесплатно. Из своего кошелька хозяйка оплатила только ввод в дом и покупку оборудования. Впрочем, тем, кому и такие расходы не по карману, государство помогает. В регионах приняты меры поддержки льготников. В Московской области таких полторы тысячи семей. По сути, обеспечивает для них бесплатную прокладку газа внутри их земельного участка, а также комплектация и установка оборудования газоиспользующего. Свои предложения по развитию топливно-энергетического комплекса в ходе обсуждения высказали представители фракций. Коммунисты призывают к активному развитию гидроэнергетики. Инфляция в стране ожидается высокой, поэтому важно не допустить необоснованного роста цен в энергетике. Считают в «Единой России». Будет правильным в этом году не повышать цены и тарифы выше докризисных инвестиционных ожиданий, поддержав таким образом и экономику, и наших граждан. ЛДПР, «Справедливая Россия за правду» и «Новые люди» считают, что тарифы не просто нужно заморозить, а снижать. Необходимо отменить практику внесения авансовых платежей за энергоресурсы, дать возможность предпринимателям платить по факту, а на ближайшие 2-3 года поставить план, чтобы тарифы для предприятий можно было снизить до уровня тарифов для физических лиц. Депутаты готовы принять срочные законодательные меры. Предложение сформируют в специальное постановление Госдумы. Оно должно быть готово уже к следующему пленарному заседанию. Александр Лахтенов, Екатерина Шевченко, Никита Хараськин. Парламентский час. Когда дело касается помощи нуждающимся, все фракции едины. Поддерживают тех, кто пострадал от неонацистов, и тех, кто борется с ними сейчас. Так жители Ставрополья со своим депутатом Госдумы Ольгой Тимофеевой собрали целую фуру с лекарствами для Луганска. При отправке во дворе завода сотни человек организовали акцию в поддержку Донбасса и специальной операции на Украине. Вся страна сегодня помогает гуманитаркой, но там как никогда сегодня нужны наши медикаменты. Потому что за ценой каждой капельницы человеческая жизнь. Отработав это все с республиканскими больницами Луганска и Донецка, мы понимаем, что им нужно. И сегодня это тот груз, который не просто ждут, как продукты питания, как хлеб, как воду, а который нужен, вот, кровь из носа. Волонтеры-коммунисты Краснодарского края собрали 750 пар демисезонной обуви, продовольственные и хозяйственные товары для беженцев из ДНР и ЛНР. Для нас особо важно, что мы, наконец, от слов, от призывов перешли к конкретным действиям по организации помощи жителям Донбасса, по их защите от нацизма и по защите рубежей России. В Воронежской области работает 63 пункта временного размещения беженцев Донбасса. Справедливо Рос Яна Ландратова и команда активистов передали им гуманитарную помощь, одежду, обувь, продукты питания и медицинского назначения. В Санкт-Петербурге Ксения Горячева вместе с волонтерами новых людей собрали тонну гуманитарной помощи жителям Донбасса. Во-первых, хочется сказать большое спасибо двум организациям, которые сейчас нам помогали. Это Центр гуманитарных связей международных и Управление МЧС. Благодаря этим двум организациям и людям, которые в них работают, мы сейчас можем отправить почти тонну гуманитарной помощи беженцам, которые прибыли в разные города России. И как раз-таки через этот центр осуществляется доставка уже непосредственно адресная, кому что нужно. Машина с гуманитарной помощью отправилась в Белгород. Оттуда посылки распределят по населенным пунктам Ростовской области. Своими действиями я помогаю им, и мне из-за этого хорошо. И если начнешь себя, то проще начать помогать другим. Я занимаюсь этим волонтерством просто потому, что не могу остаться в стороне. Мария Буркова, Екатерина Шевченко, Анна Меликян, Анна Черкашина. Парламентский час. Иностранным лекарствам зеленый свет. При риске дефицита они будут поступать на российский рынок быстрее, в упрощенном порядке. Государственная дума приняла закон о регулировании их допуска в условиях санкций. Такая реакция была незамедлительной, ведь вопрос стал на неделе для россиян одним из самых актуальных. Некоторые лекарства пропали. Пропадали, сейчас вот появились. Этот мужчина сутки искал препарат для поддержания работы щитовидки. Так же, как он, настоящую охоту за таблетками на этой неделе устраивали жители разных регионов. И вот новое поступление рассортировано по полкам, и в нашем присутствии лекарство доходит до адресата. Тот самый эльтероксин выписывается пациентам с проблемами щитовидной железы. Спрос на эти таблетки у населения несколько дней назад резко вырос в этой аптеке. Мы убедились, он не просто в наличии, но и в большом количестве на складе отпускается по рецепту. За эльтероксином и его аналогами мы отправляемся еще в несколько московских аптек. Таблетки есть в наличии, но за количеством в одни руки строго следят. В среднем работает расчет 2 упаковки на пациента. Позволительно и 3-4, если требует курс лечения. Но на 10 уже табу. Избежать спекуляции сейчас одна из главных задач лекарственного обеспечения. Отправляемся на юго-запад страны. Астраханцы встречают первого заместителя председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонида Огуля вопросами. Очень много жалоб от астраханцев по поводу того, что повысились цены на отечественные препараты. Жители города полумиллионника озвучили проблему, актуальную для всей страны. Но пик негатива резко уходит на спад. С той же скоростью, с которой подскочили, цены приходят в норму. На прямой линии поступил звонок. Вот это вот тримедат. Это препарат и детский, и взрослый. Послушайте, да. Сказали, что этот препарат стоил 400 рублей, 450 рублей. А теперь он стоит 1500 рублей. На сегодняшний день цена его 407 детский рублей. И 737 взрослых. Порядок в российской фармотрасли поможет навести поддержка отечественного производителя. В первую очередь мы должны заботиться, чтобы наши отечественные производители лекарственных стрессов, они никуда не делись, чтобы они не обанкротились, чтобы они работали нормально. Вот для того, чтобы это обеспечить, надо принять тоже меры государственного регулирования. Комитет Государственной Думы по охране здоровья. Решал на неделе острые вопросы, возникшие в системе лекарственной безопасности страны. В центре обсуждения экспертного совета и за круглым столом фиксирование цен на лекарства и их наличие в аптечных сетях. Время действовать – это означает, что сейчас должна быть запущена программа «Фарма-2030». И каждый, кто имеет опыт создания субстанций, кто профессионален в этой теме, а это наша базовая точка, мы должны сегодня запускать производство субстанций. Оставить все российские фармпредприятия на плаву. Еще одна рэперная точка в лекарственном вопросе. Наступает время, когда надо стараться менять регуляторику так, как это удобно бизнесу. Так, как это удобно производителям, оптовым поставщикам, аптечным сетям, кому угодно. Потому что ответственность лежит на них. Как пояснил председатель Госдумы, новый закон позволит по решению Кабмина продавать вновь зарегистрированные зарубежные препараты в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Сейчас они реализуются только в российской упаковке. Депутаты внесли еще одну важную поправку. Отныне производители-импортеры не имеют права приостанавливать или отменять поставки медицинских изделий без предварительного уведомления не позднее, чем за полгода. Ажиотажный спрос сейчас вызван эмоциями. Люди в панике покупают лекарства больше, чем им нужно. Потому что боятся дефицитов в будущем. Если от сахара можно отказаться, то лекарства – это вопрос жизни и смерти. И людей надо успокаивать. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова обсудила вопрос лекарственного обеспечения с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Она сообщила об обращении в Генпрокуратуру по вопросу завышения цен на лекарства. Эту проблему подробно обсудили и на встрече профильного комитета с министром в рамках подготовки к отчету председателя правительства. Я хочу просто успокоить наших граждан с лекарственным обеспечением все необходимые меры, которые нужны, принимаются. В общем, все, что необходимо президентам, правительствам, министерствам здравоохранения делается. Поэтому еще раз хочу успокоить – все будет хорошо. Министр подтвердил депутатам, что вопрос держат на особым контроле. Минздрав и Росздравнадзор обсудили возможные логистические решения на встречу с крупнейшими оптовыми организациями. И сейчас поставки идут в штатном режиме. Результаты работы москвичи уже заметили. Все, что надо, я сегодня купил без проблем. Ну, подорожало чуть-чуть, но, по-моему, не критично. Оптовики не смогут придерживать лекарства на складах и искусственно создавать дефицит. Они будут обязаны соблюдать предельные сроки их отгрузки в аптеки. Такая норма прямо прописана в законе. Ни одна из зарубежных фармкомпаний не разорвала контрактов, не отказала нам в поставке препаратов. А причина того, что вот эта временная приостановка этих поставок заключается только в логистике, в транспортной доставке. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что принятый в первом антисанкционном пакете закон расширил список препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. А правительство теперь имеет право устанавливать предельную стоимость медикаментов, которые входят в перечень жизненно важных. Главная задача остается неизменной – сделать все возможное, чтобы обеспечить россиян качественными и доступными лекарствами. Елена Желнина, Екатерина Шевченко, Анна Меликян, Никита Хараськин, Андрей Тарасов. Парламентский час. Участников спецоперации на Украине признали ветеранами боевых действий. Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях. Он предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Военнослужащие смогут воспользоваться налоговыми, транспортными, земельными, жилищными мерами, социальной поддержки, а также льготами по оплате коммунальных платежей. На пленарном заседании прозвучали предложения о признании ветеранами боевых действий жителей Донбасса, которые защищали свою землю и получили российское гражданство в ходе конфликта, начиная с 2014 года. Говорили о том, что необходимо принять единый закон о признании ветеранами всех российских граждан, которые воевали в составе армии России в какой точке земного шара значения не имеет. Учитывая прозвучавшие предложения в вопросах и выступлениях, давайте мы поручим председателю комитета по обороне Андрею Варьевичу Картополову, председателю комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, обобщить прозвучавшие предложения в ходе обсуждения данного вопроса и проработав с Минфином, Министерством обороны с другими ведомствами, не откладывая, вынести на ближайшее заседание Государственной Думы для того, чтобы мы с вами все вопросы решили и долг свой исполнили перед теми, кто защищает безопасность нашей страны. Максимальный размер штрафа до 5 миллионов рублей, максимальный срок лишения свободы до 15 лет. Госдума приняла в третьем чтении поправки об ответственности за фейки о работе госорганов России за рубежом. За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц накажут штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей, либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Импорт товаров на территорию России станет проще. Госдума приняла соответствующий закон в окончательном чтении. Документ предусматривает ряд мер. В частности, в течение шести лет можно будет ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких сделок. Также новая норма исключает обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов участниками внешнеэкономической деятельности, которые работают менее года. Этот закон – часть второго правительственного пакета инициатив, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях зарубежных санкций. Позволит сохранить сбережения граждан и поддержит ликвидность в банковской системе. Именно так спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал поправки в налоговое законодательство. Решение нового закона, который депутаты приняли в третьем чтении об отмене НДФЛ на банковские вклады, затронет доходы по депозитам за 2021-2022 годы. Также норма фиксирует кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц на уровне 1 января 2022 года. Аналогичная норма предусмотрена и по земельному налогу. Эта поправка была подготовлена ко второму чтению законопроекта по инициативе Вячеслава Володина. Два года назад компания Microsoft отказалась продавать свою продукцию МГТУ имени Баумана. Ведущий технический вуз страны тогда попал под санкции США за подготовку специалистов по вооружению. Сейчас американская компания решила приостановить продажу своих IT-продуктов и прекратила продажу услуг в целом на территории России. Возможный следующий шаг – отзыв уже используемых лицензий. Зря пугают, россияне смогут прожить без Word, Excel или PowerPoint. Активная работа по импортозамещению в стране продолжается. Вот здесь, например, прямо сейчас замещают иностранные офисные программы. Разработчики уверяют, мы ничем не уступаем. В первую очередь это отечественный продукт. Парадукт развивается вместе со своими клиентами. И чем больше будет у нас пользователей, тем быстрее будет развиваться продукт. Например, с 2019 года мы реализовали 3000 улучшений, 1000 из которых была по запросам наших пользователей. Здесь, в центре офиса, на экране ежечасно появляются оценки и отзывы людей на продукт. Так работники моментально реагируют и устраняют недочеты. Совместная работа клиента и компании особенно важна в новых условиях. Люди привыкли к одному продукту, теперь нужно перестроиться на другой. И компания старается сделать этот переход не только комфортным, но и выгодным человеку. С отечественной программой появляется большее количество полезных опций. Вся функциональность наших продуктов основана на удобной совместной работе. То есть некоторые функции могут быть реализованы по-другому, чем у лидера, у Майкрософта. Но они заточены именно под совместную работу. Мы поддерживаем кроссплатформенность. У вас будет одинаковый интерфейс на мобильном телефоне, на ноутбуке, на персональном компьютере. И мы, конечно же, поддерживаем отечественные операционные системы. Для россиян наступает время возможностей, считает спикер Госдумы Вячеслав Волозин. Время, когда страна научится жить и развиваться самостоятельно. Санкции – это не приговор, а стимул для собственного производства, без помощи и оглядок на Запад. Это время и очищения, и новых возможностей. Создадим свою промышленность, свою экономику. Будет страна вечно жить и развиваться. Нашли на кого надеяться. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вон, украинцев кормила, нул он, плюшечками этими, печенками. Видите, чем закончилось? Страну потеряли из-за печенок. Думать головой надо. Айти, серверы, макросы – не каждый разберется в понятиях. Но, по сути, это то, чем все мы ежедневно пользуемся. Чтобы, например, вызвать такси, заказать доставку, оплатить товары или даже записаться в поликлинику. Очень важно сейчас оказывать меры государственной поддержки для того, чтобы компании, российские компании, во-первых, оставались здесь, не уходили с рынка. И, во-вторых, что очень главное, имели бы возможности для развития. Имели бы возможности для того, чтобы создавать аналогичные продукты. Имели бы возможности для того, чтобы делать что-то новое, развивать и масштабировать. На том же уровне, конечно, понятно, это не сразу, но, тем не менее, на том же уровне, на котором это было участие иностранных компаний. И государство дает эту поддержку. Госдума приняла пакет мер, которые освобождают Айти-компании от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года. Они могут взять кредиты по ставке, не превышающие 3%. Сотрудники Айти-компаний получат отсрочку от призыва на военную службу. А также грантовая поддержка, выделение средств на улучшение жилищных условий сотрудников, повышение зарплат, нулевой налог на прибыль организаций, упрощенное трудоустройство иностранных кадров и стимулирование закупок отечественных Айти-решений для государственных или муниципальных нужд. Сегодня мы, держава, которая первая рванула в космос, первая создала ракетно-ядерный щит. Поэтому в данном случае сейчас Айти-технологии, если это может сделать такой аналогией, точно такой же наш щит, который мы можем ответить. Наверное, выход из зоны комфорта, как ни странно, может сыграть стимулирующим фактором. Развитие отечественной Айти-отрасли в условиях санкции обсудили в Госдуме на расширенном заседании Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с экспертами и представителями Кабмина. Глава Минцифры в своем докладе выделил 10 основных направлений поддержки Айти-отрасли. Это налоги, гранты, кредиты, отсрочка, госзакупки, импорт, продвижение, ипотека, проверки и контрсанкции. Выделить гранты на импортозамещение софта по 20 отраслевым направлениям – одно из предложений Минцифры. Причем право на льготы не будет зависеть от численности сотрудников Айти-компании. Будет розничные сети, банки, крупные промышленные предприятия, которым нужен тяжелый инженерный софт, значит, будет операторы связи, которым нужен биллинг российский, ну и так далее. Министр напомнил, что в прошлом году льготы для Айти-компании привели к дополнительным отчислениям в бюджет. И это более 80 миллиардов рублей. Коллеги, мы работаем с вами дальше и уверен, что Государственной Думе предстоит принять ряд, в том числе и законодательных решений, для того, чтобы ни один из российских пользователей на себе не ощутил появление санкций, отмену тех или иных продуктов и сущностей, ну и чтобы наша цифровая безопасность была действительно во всех сферах и аспектах полностью защищена. Айти-сотрудники западных компаний, которые остались без работы из-за санкций, точно найдут вакансии в России. По данным Минцифры, на конец прошлого года в стране не хватало примерно миллиона Айти-специалистов. Необходимо принимать и дополнительные меры для решения кадрового вопроса, заявили в Госдуме. Создать по максимуму много программ школьного, университетского уровня, технические лаборатории, которые поддержат эту отрасль. Ну а дальше это уже все вытекающее. Это рынок свободный, и на нем всегда будут люди делать выбор в пользу удобства. Если кто-то с этого рынка уходит, поверьте мне, очень быстро находится замена. И работа найдется всем. Цифровизация в России идет по нарастающей. Уже в мае планируется запуск первого маркетплейса российского софта. Работать он будет на платформе Android. Мария Буркова, Сергей Гордеев, Екатерина Шевченко, Анна Черкашина. Парламентский час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова